На часах 19.30, вторник, где, как всегда, в эфире телеканала «Югра», программа «Прямо сейчас. Прямая линия» в студии Виталий Сопрыкин. Отмечу, что мы работаем одновременно и в телевизионном, и в радиоэфире. И вместе с экспертами программы мы ждём ваших вопросов. Звоните к нам в студию по телефону 393-888, код Хантамансийска 3467. В «Югре» в разгаре семейной недели. Что это за мероприятие, зачем оно нужно и на кого направлено, нам расскажет главный куратор проекта, директор департамента социального развития «Югры» Светлана Давиденко. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, в чём же суть семейной недели в нашем округе? Суть семейной недели – это, наверное, объединение наших всех сообществ, это детей, взрослых, старшего поколения. И все мероприятия направлены именно на сохранение семейных традиций, укрепление этих традиций. И мероприятия проходят в различных направлениях. Это всё, что касается образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, если говорить. Завтра мероприятие – это торжественная выписка из родильных домов будет посвящена, глобальное такое мероприятие будет. В школах проходят именно массовые уроки, посвященные семейным ценностям. В учреждениях социальной защиты непосредственно организовываются мероприятия для семей, которые у нас нуждаются в поддержке. В культурных учреждениях также проходит поддержка старшего поколения, объединение всех направляющих сторон, где проводится мама-папа-спортивная семья, лучшая бабушка, лучший дедушка. В общем-то, в принципе, направлено на то, чтобы обратить внимание к сохранению семейных традиций. Я так понимаю, что мы не одной же неделе ограничимся. Я понимаю, что это в рамках глобальной программы «Года семьи»? Да, с 1 января у нас губернатором Натальи Владимировны Комаровой объявлен «Год семьи» 2019. И, естественно, был разработан большой достаточно план. Он носит межведомственный характер. Там принцип был составления такого плана объединения всех мероприятий, бизнеса, малого и среднего сообщества, органов государственных в пласти различного направления. Там план 199 мероприятий. Большой план? Да, это достаточно большой, причем он, так скажем, тиражироваться будет на протяжении всего года и также разбит по темам. Поэтому мы ожидаем от него эффект именно в моральном плане. Естественно, для того, чтобы эти результаты были ощутимы и, так скажем, чтобы можно было их посмотреть, естественно, это та массовость, которая будет привлекать людей на эти мероприятия. А скажите, в моральном плане такая категория, знаете, в моральном плане она очень такая аморфная. Обтекаемая. Обтекаемая очень, да. А что-то конкретнее какая-то будет по итогам года, может быть, рождаемость повысится, разводы упадут в количество. Ну, это уже мероприятие совершенно другого документа. Демография. У нас есть такой национальный проект демографии. Мы об этом позже поговорим. Об этом мы позже поговорим. А здесь все-таки сделаю акцент на сохранение культурных семейных ценностей. Здесь большая сторона уделена именно моральной этике, моральным нормам семейственности. Поэтому план был составлен из мероприятий, которые направлены на охват той или иной категории вот этими мероприятиями. Скажите, ну вот семейные ценности, опять же, в разных семьях они разные по-своему. Или у нас какие-то есть общие семейные ценности? Ну, нет, конечно. Они здесь разноплановые. Здесь и, значит, преемственность поколений. Это и рабочие профессии, которые передаются с поколения в поколение. Это почитание династий. Это вот все, что касается, если такого направления. Это непосредственно, наверное, трансляция и положительный опыт многодетных семей, которые воспитывают детей. Это положительный опыт и пример для создания приемной семьи, когда забирают детей-сирот из детских домов. И эти дети воспитываются в этих семьях. Это тоже глобальный очень опыт. И у нас в округе на сегодня 99% детей-сирот воспитываются в семьях. Это просто колоссальная цифра. Это по нашему округу. Да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вот говорить о тематических вещах, то это вот в таком направлении этот план создан. Я напоминаю, телефон прямого эфира 393-888, код города 3467. К нам здесь дозвонившись, насколько я понимаю. Здравствуйте, вы в эфире. Очень актуален. Да, у нас сейчас, в принципе, законодательством предусмотрено на протяжении определенного количества времени единовременное пособие при подготовке детей из многодетных семей. Там идет в зависимости и от адресности и нуждаемости. Право на данный вид пособия имеют семьи, где средний душевой доход ниже полтора прожиточных минимума. Поэтому необходимо подать документы через многофункциональные центры для того, чтобы получить этот вид пособия. Также отмечу о том, что если в семье будет первоклассник, то на него тоже также будет дополнительно выплачена мера соцподдержки. О каких суммах идет речь? Полтора прожиточных минимума. Это данный вид пособия. На сегодня порядка где-то 14 тысяч. 14 тысячный ребенок выдается. Какие цифры можно озвучить по итогам первого квартала текущего года? Какие ключевые мероприятия года семьи уже состоялись? У нас несколько месяцев прошло. Еще раз говорю, что мы сейчас разговаривали о глобальных таких мероприятиях. Я попыталась раскрыть структуру этого плана. По первому кварталу у нас, в принципе, были запланированы по каждой отраслевой службе свои плановые мероприятия с участием общественных организаций. И, естественно, это различные тематические площадки посвящены темам демографического становления и развития тех или иных направлений. Это непосредственно статус многодетной семьи обсуждался. Есть вопросы, которые также подлежат обсуждению. Достаточно, недостаточно мер соцподдержки. Также у нас необходимо отметить о том, что на территории автономного округа очень много общественных организаций именно по многодетным семьям. И, естественно, мы проводим мероприятия разъяснительной работы, все, что касается данной категории. Непосредственно оказываем особое внимание семьям, где воспитываются дети-инвалиды. То есть это от меры социальной поддержки до различных вопросов, все, что связано и с медицинским обслуживанием, и с образованием. Потому что эти вопросы жизненные, и они должны дойти до каждого человека. Поэтому за первый квартал проходили консультационные мощные площадки, которые были посвящены различным направлениям по семьям. У нас такой вопрос, только в год семьи это все детонирует, поднимается эта тема, или все-таки у нас ежегодно идем к работе? Нет, у нас в любом случае присутствуют ежегодно различные направления, как я сказала, разъяснительной работы. Но здесь мы делаем акцент все-таки на более адресность и нуждаемость. То есть мы работаем по направлению, по выявлению семей, которые именно сейчас и сегодня непосредственно нуждаются в нашей помощи. И, естественно, помогаем выйти из этой ситуации с учетом межведомственного взаимодействия. Поэтому в данном случае, конечно, по первому кварталу пол был направлен на такую всеобъемлющую работу, оказание помощи. Организационный момент, да, то есть больше организационный. А у нас много вообще многодетных семей в округе, по сравнению с другими территориями? Конечно, у нас очень хороший показатель, я уж так говорю таким языком. За последние пять лет у нас число многодетных семей увеличилось на 60%. На сегодня в округе проживает порядка 30 тысяч многодетных семей. То есть, если понимать, это трое и более детей. Естественно, основная масса по многодетным семьям, так скажем, это трое детей. На втором месте их с тремя детьми у нас более 25 тысяч семей. Причем это молодые семьи достаточно. То есть до 30 лет? До 35, до 40. Но есть всякие тут варианты этих вопросов. На втором месте, естественно, четверо. И на третьем месте пять и более, это полторы тысячи семей, пять и более детей. Это приемные дети? Это есть и рожденные в семье, а есть семьи, которые принимают на воспитание детей из учреждений для детей-сирот. И они тоже считаются многодетными. Вот если мы заговорили о демографии, как действует Департамент социального развития, увязанный с национальным проектом демографии? Ну, Департамент социального развития непосредственно является, так скажем, основополагающим руководителем этого проекта национального. Он достаточно емкий, он межведомственный. Этот проект национальный в себе объединяет пять федеральных проектов. Это вот непосредственно, если говорить про рождение детей, проект «Финансовая поддержка при рождении детей», он так и называется, потому что он демографически ориентированный. Второй федеральный проект, это непосредственно связан с занятостью женщин, которые воспитывают детей до трех лет. Третий федеральный проект, это старшее поколение. Мы, значит, тоже здесь достаточно большую роль играет этот проект. Четвертый федеральный проект, это непосредственно здоровый образ жизни. И пятый федеральный проект, спорт, норма жизни. То есть, вот национальный проект «Демография» в себе объединяет пять направлений, пять федеральных проектов. Мы сегодня говорим о финансовой поддержке при рождении детей, поскольку этот проект действительно окажет большое влияние на демографию, на рост рождаемости и финансовую, так сказать, составляющую наших семей. Светлана Алексеевна, у нас есть звонок, давайте ответим сейчас на него. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос, чисто, можно сказать, практический. Вот у меня в первом браке двое детей, но теперь у меня новый брак, и вот сейчас тоже ребенок родился. Считаюсь ли я многодетным и могу и рассчитывать на какую-то меру поддержки? Спасибо. Спасибо за вопрос. На сегодня основополагающим, который определяет право статуса многодетного родителя, это совместно проживающие дети. Учитывая, что с вами дети, я так поняла, не проживают. Я так понимаю, что человек во втором браке с одним ребенком живет. Да, поэтому, к сожалению, к этой категории вы не можете относиться. То есть человек должен проживать со всеми тремя детьми. Тогда многодетным. Понятно. Если мы опять возвращаемся к демографическому проекту, интересно, какие у него целевые показатели? Всегда же интересно поговорить в цифрах абсолютных. На что, к 2024 году по 34 ребенка будет в семье в каждой российской? Я так понимаю, что, конечно, не будет. Нет, на сегодня прогнозы вообще очень амбициозные, так скажем, у Российской Федерации и у автономного округа. Но я сразу скажу о том, что здесь автономный округ, он у нас достаточно серьезно ушел вперед от показателей Российской Федерации. На сегодня суммарный коэффициент рождаемости по Российской Федерации, достижение его к 2024 году, это 1,7. Есть такой коэффициент. То есть 1,7 ребенка в семье, так получается? Ну это, нет, не так. По-другому там считается статистика, просто вот это называется суммарный коэффициент рождаемости. Это число детей, родившихся одной женщиной. Вот так считается. Я понимаю. Так вот у нас в автономном округе этот уже коэффициент достигнут, и нам поставлены задачи уже о достижении совершенно других коэффициентов. Вот на 2019 год у нас суммарный коэффициент рождаемости должен быть 1,892. Есть такие, но это с тысячными. То есть он намного больше, чем средний по России, и учитывая у нас такие положительные тенденции, как порождаемости, росту взрослого населения, детского населения, вот нам, наверное, отдана такая честь сделать большую планку. То есть мы, получается, впереди России всех, у нас самые амбициозные планы в России? Да, практически. Не у Дагестана? Нет, подождите. Ну впереди у нас там Чеченская республика, Дагестан. Да, Дагестан. Я думаю, что рождаются и создают семьи там, где живется комфортно. Ну естественно. Так вот, естественно, показывает о том, что рост многодетных семей – это один из тех примеров, когда эта комфортность создана. Финансовая поддержка, условия проживания, условия получения образования, значит, стабильность, финансовая стабильность и так далее. То есть уже очень много критериев, которые влияют на развитие семьи. И когда семья развивается, естественно, и дальнейшее развитие есть у каждого члена этой семьи. Поэтому развитие семьи, на сегодня, учитывая, что я отметила даже, что по росту многодетных семей у нас достаточно молодой возраст, это говорит о тех комфортных условиях, которые создает правительство автономного округа. Скажите, когда у нас начался бэби-бум? В каких годах? Бэби-бум я бы... И вообще начался он вообще? Ну, тут надо медицину спрашивать, бум это или не бум, потому что статистика рождаемости всегда соотносится со статистикой другого направления. Да, смертность. Поэтому, да, и у нас на сегодня автономный округ ходит в десятку лучших регионов порождаемости. Поэтому здесь мы, да, гордимся этой статистикой. Если говорить о другом противоположном показателе, о смертности, здесь тоже достаточно хорошие показатели. У нас низкие, так сказать, показатели смертности. У нас, скажем так, молодой округ, у нас среднее население. Да, у нас среднее население, очень молодое, да, то есть есть такие субъекты Российской Федерации, где 60 плюс составляет 60% населения. То есть это нужно понимать ресурсы, да, какие ресурсы, как они развиваются и во что вкладываются. Поэтому здесь, я считаю, та социальная направленность, которую ведет правительство автономного округа, она заслуживает того, что мы получаем такие результаты. Я не просто спросил про года, когда начался так называемый бэби-бум, хочу окунуться в 90-е годы, этот наш демографический провал страшнейший вообще. Вот насколько он сказался на округе? Ну, тоже есть, так скажем, задачи, которые нужно решать. У нас практически те ресурсы, ну, так уж сказать, будем говорить, которые нам на сегодня дают рождаемость, вот в 90-е годы мы их, так сказать, недополучили. Да, и сегодня наша задача, что те женщины, которые, то есть девочки, которые родились в 90-х годах, они нам должны дать такой демографический рост. Ну, вот, к сожалению, этих женщин у нас на сегодня не так много. То есть это возраст 25-34 года, то есть аптельный возраст, да. Вы говорите, немного. Ну, немного в плане того, что... Я вижу очень много молодежи, кстати, на улице. Молодежи очень много, но на сегодня тенденции, вот мы говорим о тех тенденциях, да, когда молодежь планирует свое образование, они планируют семью, они планово просчитывают свое будущее. То есть есть такая тенденция, когда молодежь все-таки говорит о том, что я достигну определенных успехов, а потом я буду заводить уже семью. После 30-ти. Вот, да. И, возможно, вот у нас на сегодня отодвигаются вот эти рождения в связи с тем, что плановость семьи, она достаточно очень просчитана. То есть люди стали более глубоко задумываться, наверное, все-таки не 18 рожать, как вот раньше бывало, как 20. Вот, возможно, потому что возможности очень шикарные. Я считаю, что создана вся материально-техническая база по обучению. Какой округ может похвастаться наличием университетов и учреждений высшего образования? То есть все практически на сегодня работает, и можно получить и образование, и работа, естественно, и финансовая отсюда составляющая. В каком возрасте, в основном, сейчас люди женятся и заводят детей? У нас по-разному тенденция такая, скажем, что... В разных городах? Ну, естественно, рост населения идет в городах. Я безусловно. Понятно, что у нас урбанизировано все население, поэтому нам, конечно, прирост в данном направлении дает большие города. Я не могу сказать о том, что у нас данное направление в сельской местности, хотя там очень много многодетных семей, причем очень стабильных, и таких, знаете, династии прям целые вырастают. Тоже есть такая тенденция. Поэтому, если говорить о каких-то таких вещах, то здесь вот такая картина. Ну, необходимо отметить о том, что вот по УРФО, если говорить по России, мы девятое место по рождаемости занимаем, по Уральскому и Федеральному, УРФО, шестое. Кто же нас обогнал, это вообще интересно. Это в абсолютных величинах или в процентных? Ну, в абсолютных, естественно, мы считаем по коэффициенту рождаемости, прошу прощения, по коэффициенту естественного прироста населения, шестое место по России мы занимаем. Шестое место по России. В Украине, наверное, все-таки они из первых. Да, вот я говорю, если брать 85 субъектов, то мы вот в этом топе находимся. А, кстати, мы в этом топе находимся. Я вот еще помню, сначала нулевых, ну, с середины, примерно, нулевых. Ну, это те условия, которые вообще-то, в принципе, диктовались временем, когда, вы помните, какая у нас была трудовая миграция, какие у нас здесь формировались. Вы помните, вахтовый метод очень активно применялся, и люди многие оставались здесь жить, трудиться. То есть приезжали на два года, а оставались на всю жизнь. И эта тенденция была достаточно, очень дала положительную динамику именно на рождение. Ну, я тоже на год приехал. Ну, вот и все так вот и остаются. У нас есть еще один звонок сейчас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. А, подскажите, пожалуйста, слышал по телевидению про единовременную выплату на покрашение ипотеки для многодетных семей. Подскажите, пожалуйста, кто может воспользоваться ею? Спасибо. Вкратце расскажу, что 30 апреля правительством автономного круга принято было распоряжение об определении выплаты предоставления единовременной денежной выплаты, она так и называется, молодым многодетным семьям для обеспечения их прав на государственную поддержку на приобретение строительства жилых помещений. Речь идет о многодетных семьях из числа молодых семей, включенных в единый список участников мероприятий программы. А кто это? Это департамент строительства реализует вот такую программу. Она называется, сейчас уточню, по развитию жилищной сферы. И граждане, которые являются участниками этой программы, причем многодетная семья, молодая семья и заключивших ипотечный договор, будут иметь право на эту поддержку. То есть, делаю акцент на нескольких составляющих. А насколько это значимая поддержка? Это очень значимая поддержка, поскольку она выплачивается, выплата будет рассчитана из количества детей в этих семьях, и возмещение будет происходить именно индивидуально, основываясь на остатках основного долга по жилищному ипотечному кредиту. Расчеты ведет ипотечное агентство. Давайте примерно, человек платит, ему осталось платить 3 миллиона за квартиру, многодетная семья. Все зависит от количества наличия детей, когда встали в программу, сроки. И, в принципе, еще раз говорю, что Департамент социального развития является органом, который будет выплачивать по готовым расчетам, которые нам будет представлять Департамент строительства. Все расчеты производит ипотечное агентство, где заключался договор. Они будут передаваться в Департамент строительства. Департамент строительства нам по спискам будет передавать эти все по сумме с учетом расчетных счетов и так далее. Я понимаю, просто зрители, наверное, заинтересуются, насколько это знаковая будет поддержка, потому что можно там 200 тысяч. На сегодня первый транш, так скажем, числа этих семей, это порядка 1350 семей, которые получат эту материальную поддержку. На сегодня примерно рассчитаны уже цифры. Это 1 миллиард 800 миллионов будут затрачены на вот эту меру. На всю программу? На эту меру. Или на эти семьи только? На те семьи, которые я на сегодня озвучила. То есть там, еще раз говорю, несколько критериев. Это молодая семья, многодетная семья, состоящая в программе и заключившая ипотечный договор с нашим ипотечным агентством. То есть вот несколько составляющих, которые влияют на правовые основы этой единовременной денежной выплаты. Поэтому сейчас идет сверка с ипотечным агентством по предоставлению этих сумм. И поэтому все консультации, все, что касается непосредственно начисления этих сумм, за это несет ипотечное агентство ответственность. Поэтому большая просьба, если действительно по суммам есть вопросы, обращаться именно туда. Мы будем направлять уведомления. Когда начнет действовать эта программа? Значит, до 31 мая мы обязаны выплатить этим семьям эту меру. Осталось две недели? Да, да. Сейчас готовится уже масса. То есть в течение двух недель эти семьи могут получить эти суммы, собственно говоря? Да. И как только мы начисляем и выплачиваем, мы направляем в семью уведомление о том, что такая мера социальной поддержки назначена и выплачена вам на расчетный счет. То есть более 1300 семей до конца мая получат эту поддержку? Вы озвучили, кстати, очень большую сумму, там более миллиарда. Это получается, что миллиард восемьсот два миллиарда. Это достаточно большая сумма. Это очень серьезная поддержка. Я считаю, что те семьи, которые вот сейчас первый, так скажем, транш мы будем выплачивать, конечно, это очень, я считаю, замечательная мера. И более того, дальше вообще необходимо сказать, если время позволяет, что для того, чтобы есть семьи, которые состоят в этой программе, но не заключили ипотечный договор. Так вот, этим семьям дается время для того, чтобы они заключили этот договор и также приобрели право на эту меру до 1 июля 2019 года. Тоже также эту информационную кампанию осуществляло ипотечное агентство. Я напоминаю, что есть такое право. У нас, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Благодарю Светлана Алексеевна за то, что она помогла нам разобраться в этой нелегкой теме. Посмотреть эту программу, еще раз послушать ответы экспертов, вы можете на портале UGRA.tv.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале UGRA в следующий вторник. Продолжение следует... Продолжение следует...